Привет, Тинцвойс! Я Анастасия Быкова. Вот она, та самая заветная красная дорожка, по которой мечтает пройти любой уважающий себя актёр. И нет, мы не в Каннах, это Москва! Открытие 35-го Московского международного кинофестиваля. Легенда мирового кино, кумир миллионов женщин по всей планете. И что уж там кривить душой, красавчик Брэд Питт приехал в столицу со своим новым фильмом «Война миров». «Зетт». Давай! А это корни? Что это? Статуя Свободы или снеговичок. А что такое военное положение? Статист. 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 А как вы относитесь к тому, что он был вот одет вот так вот, немножко потрепанно, casual? Я считаю, замечательно. Он выглядит и производит впечатление достаточно опрятного человека. Почему же? У него свой образ определенный. И вот судя по реакции фанатов, которые собрались, мне кажется, им все понравилось. Это самое главное. Брэд, конечно, очень харизматичный и позитивный актер. И его влияние на людей огромное. Потому что он шел 40 минут, раздавая автографы, всем, уделяя всем внимание. И все просто визжали просто. Брэд Питт волшебный. Конечно, сразу хотелось вырваться на сцену и хотя бы потрогать. И вроде понимаешь, что обычный парень, но потрогать хочется. Я понимаю, что он по-прежнему входит в обойму самых обожаемых и популярных россиянами киноактеров, так скажем, со стороны женщины. А Брэд Питт вообще очень крутой. Прекрасный, в хорошем настроении. Ходил, со всеми разговаривал. Мне страшно. Как узнать, что они рядом? Они рядом. Готовы. Сюда, сюда! Бегите, бегите! Быстрее! Джерри! И так по всему миру везде так же плохо. Вы бы хотели сыграть с зомби или в таком фильме, как Брэд Питт? Вообще, конечно, это интересная идея. Всегда интересно примерять на себя какой-то определенный образ. Я хочу сказать, что в данном случае, мне кажется, Брэд Питт, он целиком и полностью оправдал ту задачу. И вот сейчас, когда он шел по дорожке, он выглядел, конечно, потрясающе. Такой веселый, такой доброжелательный. Мне кажется, что вот именно такие люди, они и становятся настоящими профессионалами, настоящими киноактерами. Смотря кто режиссер. Нет, наверное, смотря какой зомби. Потому что есть страшные, совсем страшные. А есть более ничего. А есть симпатичные, да? Да, есть симпатичные. Мне кажется, очень прикольно. Кровь, зомби, вот это все, это хорошо, конечно. Хоть что-нибудь уцелело? Узнаем, откуда эта зараза. Поймем, как ее уничтожить. Знаешь, что тебя будет убивать Брэд Питт? Я бы согласился на роль амебы в этом фильме, который Брэд Питт просто давит ногой, ходя по подиуму. Думаю, у них есть слабое место. Каждый спасенный человек – это минус один враг. Даже если не про зомби, согласилась бы, конечно. А зомби сыграть? Да, хоть крышку от унитаза. Главное – Брэд Питт. Ну, конечно. Это же гигантский опыт. Человек должен заниматься тем, что у него получается хорошо. Если я не актриса, мне кажется, это глупо мне хотеть сниматься в высокобюджетном фильме, в котором профессиональные актеры делают свое дело. Какой жанр кино вы любите и предпочитаете больше всего? Я с тех пор, как занялась IT-бизнесом, я читаю и обожаю фантастику. Когда дочка просыпается через каждые три часа ночью и просит кушать, то с утра, да, ощущаем себя немножко зомби. Я нахожусь в состоянии зомби круглосуточно, поэтому сейчас вы можете посмотреть на человека в состоянии зомби. Раз, два, три, четыре, пять. Вышли зомби погулять. Досчитай до десяти. Скоро зомби будешь ты. Я когда просыпаюсь, беру айфон в руки, включаю инстаграм, в этот момент мне приходит в голову, Костя, ты зомби. Выкинь эту коробочку и перестань этим заниматься. Да, я себя в нашем современном мире часто ощущаю зомби. А как считаешь, как можно от этого немножко абстрагироваться или выйти из этого состояния? Ну, во-первых, надо понаблюдать за собой со стороны, как бы немножко посмотреть и понять, что тыкать в телефон круглые сутки, это не очень даже красиво. Во-вторых, знаете, сейчас есть очень модное так, люди говорят, ой, я телевизор уже не смотрю лет пять. Вот, при этом они реально проводят все свое свободное время в общении со своим айфоном, фейсбуком, инстаграмом. Лучше бы они смотрели телевизор. Поэтому надо просто меньше выкомениваться и побольше присутствовать в реальной жизни, которая тебя окружает. Есть люди, они проходят мимо, ну, как бы немножко уйти из виртуального пространства и прийти в реальное. Какое только кино не снимает, на любой вкус и цвет самый смак вобрал в себя торжественно открывшийся кинофестиваль. Друзья, смотрите хорошее кино. Приходите, посидите на месте Брэда Питта. Приходите, посидите на месте Брэда Питта.